...выезд стал центром исторических событий. Астанария! Астанария! На горстку мирных граждан, большинство из которых до этого дня не держали в руках оружие, Порошенко бросил всю украинскую армию. В Славянск я сильно очень наблюдал, и именно ехал сюда. Я поехал в Славянск, и ни о чем не жалю. Ты уже в Славянск ел в стороноправленном ополчении? Да. Я поехал воевать против... ...беспредела. Против изнасилования, против убийства, против... ...немецких крестов. Понимаете, когда я увидел, что происходило на Майдане, потом Одесса, Мариуполь, ну это очень жестоко. Первый мая я уже был в Славянске. А поехал один? Да. Просто взял так и поехал в Славянск? Да. А что здесь страшно? У меня... Я ехал спокойно, блокпосты украинские, я приехал спокойно. А там хорошо приехал в Славянск, когда... Вот как в самом Славянске? Пошел сразу на избу, я знал, где все находится, мне уже объяснили. У меня там вот друг служил, но он был в тот момент, уже был на Семеновске, когда я приехал, под Семеновкой. И он мне сказал, что найдешь избу, там тебе покажут. Я пришел, я сказал, что это не специальность, я командир научек, там, Т-72, Т-64Б. Все, уже было все определено. В кадр нашей телекамеры попадет еще неизвестный тогда Михаил Толстых, знаменитый в Киеве в свой первый день на войне. Нет, ну, в ополчении нет званий. Есть должность, и все. Я в ополчение пришел обыкновенным... По специальности, искали в специальности, пытались формировать ополчение, хотя бы по специальности. Если я имел какое-то отношение к бронетанковой группе, я от нее и относился в Славянске. Я служил в бронетанковой группе, командир был Таран подзывной. Он и здесь, в Донецке, с нами до сих пор еще. Хороший человек. На БНД-2. Скажи, ну, вот ты пришел в ополчение, сказал, я наводчик, ну, тебя же не сразу поставили командира. Как получилось, что ты... Нет, ну, там, поймите, тогда уже были командиры, тогда не было какого мощного подразделения, не было... Было просто ополчение. Это сейчас, в данный момент, есть армия, есть звания, есть заслуги. Все зависит, как ты... Как уважать тебя коллектив, все остальное. Я приехал, у меня был командир, подзывной Таран, командир бронегруппы в Славянске. Ну, как бронегруппы, ну, так назывались. Там было 3-4... Ну, Таран, мы знаем, это один из первых, да, бронекомандиров, с тобой ополчение. Да, да. Уважаемый человек. Я его, правда, езжу сейчас редко, потому что сейчас у нас немножко разные направления. Ну, этот человек молод был в то время, и сейчас он такой же молодой остался. Не постарел, еще немного прошло. Да, ну, дело не в этом, понимаете, на войне стареют быстрее, вы сами понимаете, но в то время он был... Человек не воевал, но он был с нами, и своим офицерским образованием, нам очень сильно помог. Где-то в некоторых моментах мы ему подсказывали, где-то он нам подсказывал. Он не был, вот я командир и все. Он был настоящим человеком, и остается им. И мы тогда, как раз я попал на штурм Семеновки, когда мы Семеновку отбивали. Туда первый раз попал. Когда пули началось систиаться. Сначала было как-то... Не то, что я испугался, но было такое, как-то неуютно. В жизни боевой, это был штурм Семеновки. Когда мы акцентом участвовали, а мы просто приезжали на поддержку к нему. Ну, ёжики по спине бегут. Погода закричатся. Потом было боестолкновение. Первое боестолкновение под Семеновкой. Ну, как-то я забыл обо всем. Я понимал, что переди врач. Мы с людьми, мы с ополчением наступали. Было очень проверки, когда мы взяли Семеновку под контроль. Моторола, Кэп, наша бронегруппа. Еще там участвовали в оболчении. Камазер Семеновку, поверьте мне, это была большая горлость. Тяжело было его, скорее, 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 тяжелее ее было удержать, чем взять. Ну, прежде всего, мое понимание потом, почему на Ямполе вообще это все организовали. Ну, во-первых, с Красного Лимана сбежали все казаки и местное ополчение. Просто сбежали. Пусть ли прикосходить, как они сказали, ушли. Вот. Бросив все, к чертовой матери. Боя не приняли ни там. Какой-то был скоротечный бой, но все убежали просто. Я на Ямполь, я там увидел, приехав на Ямполь, я там увидел, примерно 20 человек из Славенска прислали ополчение наше. Там собралась группа людей. Это местное ополчение. Леший командовал ими из местных ребят. Все они сбежали потом, эти люди, которые были с Красного Лимана и близкие районы. Они просто роты сняли и вышли с моста. Оказались трусами конкретно. Потом у меня был там домороченный спецназ во главе с ювелиром. Тоже сбежали эти ребята. Навстречу, когда я раненых отвез, в север съехал, они увидели меня и сделали вид, что не видели ее. Потом ты нашел только их в Донецке. Я рассказывал о своих подвигах крутых они рассказывали. Кто сбежал, да. Остались в итоге из командиров заметных. Это Мачете, Скиф, Гиви. Ну, из командиров, да, только эти. Да, там был Беркут с правого фланга, но он с блиндажа не вылазил. Тоже оказался трусом еще тем, хотя и таким с баском говорил, деловой. Ну, убили у него, кажется, береза позданная парень был. Его заместитель. Хороший парнишка, разведчик из украинской армии. Тут в разведроте служил. Ну, его убили в самом начале боя и все. Он сел туда в блиндаж и больше не вылазил. После боя увидел. И потом я его тоже нигде потом больше не встречал. Куда он делся? Где чего? Также там прислали на усиление мне роту атамана, Толика. Сбежал так же. И разведрота, с его роты, разведзвод так же сбежал. Из этого взвода, наплевав на приказ командира взвода, пришел ко мне черный и еще парнишка русский. Ну, черный это Езит с Донецка. Он все плюнул на всех, взял, граната обвешивался ухами, перешел через мост закотного и пришел воевать со всеми. Был там ранен. В первых рядах в атаке был на колонну бронегруппы Укров. Молодцы ребята. Скиф раненый ушел тогда. Он слева фланга был, с хмур... Не хмурый, как же он там, подожди, парнишка назвали, этого пулеметчика. Вот. Тоже его ранили в щеку очень сильно. Вот. Он немножко растерялся. Ну, молодой, я не осуждаю, молодой парень. Плохо то, что люди, которые там находились, не воспользовались тем, что командир ранен ушел с позиции, имел право выйти с позиции, но он не назначил своего заместителя. Они ушли вслед за ним. Вот это очень плохо. И потом они, так и Африка там и прочие эти люди, которые там писали, и потом они странным образом оказались уже в Лисичанске. Этот весь народ. А потом в Донецке. В охране прокуратуры. Вот. И остался костяк. Морис. Тоже вот Морис я забыл упомянуть. Вот. Морис, Мачете, Гиви. Ну и что там. Может сейчас не могу сразу вспомнить ребятишки. Вот. Примерно около 130-140 человек. Которые дали хороший бой. Мы в итоге, по итогам боя захватили три БМД. В нормальном состоянии, бы сказать. А сколько там бронетехники было? Там был танк БМП. И Беттер этот, танк БМП сожгли с утра. Беттер я не видел, но говорят, что он там был. Я лично его не видел, потому что был в это время на другом фланге. Вот не успел видеть. Врать не буду. А танк БМП были. Потом плюс авиация. Авиация летала, стреляли на отходе они по нам и стреляли по захотному, как ни странно. По ручке они не стреляли. Ну, видимо, свои какие-то нарушения связи у них было и не могли скорректировать дело все. Стреляла артиллерия. Артиллерия стреляла по нам очень долго, в течение месяца. Перепатило там все. Весь этот сосновый бор, он как этот во Вьетнаме показывает, торчащие пальмы, островый пальм или в Северной Корее войне. Вот так же там было все. Утром, вечером ты ложился в блиндаж спать под сенью крон, солнца не видно в тени. В обед уже так на пляже среди поломных спичек, стволов этих ходил. И после обстрела еще час нельзя было уходить в блиндажи, потому что прострелили находит солнце, сосны, ветер скачивал, они падали у Настро-мир. Потому что я в Семеноке воевал, ямпали, я воевал в окружении, когда мы попали, чудом выжили. Николаев к упал и не попал, к сожалению. А очень хотел. А были ли, вот не знаю, такой вопрос я, был ли такой момент, когда ты испытывал страх? Конечно, был. Я свой страх закопал в Ямпале, во Славянске. Знаете, что такое Ямпале? Точнее, под Красным Лиманом, точнее. Когда мы в окружение попали. А вот тогда, да. А что там было, расскажи. Ну, как что? Ну, начался, стояли мы, держали дорогу между Славянском и Северском, если вы скажете, это уже Луганская область. И нас там взяли в окружение. Силы, происходящие, ну, наверное, в десятки. А сколько было? Ну, другоподней техники мы считали 27 единиц. А у нас было без него, только вручное все. Гранатометы, автоматы и все. У нас было около 200 первые, и они нас начали штурмовать с минометного стрела. Минометный обстрел продолжался в 8 часов. Долбали, как могли долбать. Артиллерия, минометы работали постоянно. И потом начался первый штурм с направления Красного Лимана, правоподороге. мы там сожгли пять единиц техники, два танка, три БМП, БМД, точнее, и один ВТР. Это уже шесть. И потом начался массированный штурм, опять начался минометный обстрел артиллерийский, и был массированный, когда техника прет, разнокалиберная, и они нас в кольцо взяли. И была единственная дорога, по которой мы шли. Мы выходили до Славянска. Мы зашли только до Николаевки за 4 часа по болотам, по одной тропинке. Да, тогда мы сходились, смогу сказать, честно. И тогда, на следующий день, штурм уже они там зачистили все, мы вышли, на следующий день я уже, наверное, проснулся без своего страха. Когда я оказался уже в расположении, выспался, пришел в себя, оценил обстановку, что произошло. Как говорится, сделать работу над ошибками, и все. Потом, когда потеряли Николаевку, осталась одна Семеновка и Славянска. И было очень плотно, там было очень много украинских солдат, правосектор, ну и наемные батальоны, не считаю я их, плюс самая мощная, ну и вся их артиллерия мощная. Вот и было бы, стерилизм из-за земли с нами вместе. Но мы вышли, вышли, можно сказать, почти без потерь. Около двух тысяч, почти все вышли. Но, могу вам сказать честно, некоторых похоронили заранее. Но люди повыходили, слава богу. Даже меня похоронили. В Славянске, когда мы на нонах с минометчиками вызвали огонь на себя, нас очень плотно обложили. И все думали, что мы погибли. Просто понимаете, если взять целесообразное, Стрелков принял двойное решение, которое... Он принял правильное решение. Но потом я не мог понять, почему он так. Он просто никому ничего не объяснили. Люди были в кипише, в панике. Против них в любой момент Киев мог перебросить хоть всю группировку украинских войск. 11 тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники. В ночь на 5 июля, сымитировав наступление, народное ополчение вынуждено покидает город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова